Герцога Дегиза, и кажется, его убил. Вот так вот. Боже мой, боже мой. Герцог Дегиз поклялся, не будь он герцогом, если не колесует его заживо. А что же теперь делать? Во-первых, пусть проспится. Я хочу, чтобы он не знал, как мы оказались здесь. Пусть вообще думает, что он отсюда не выходил с той ночи, когда якобы произнес речь в аббатстве. Не волнуйтесь, господин Шибко, он выйдет отсюда ровно через два дня. Вы, как всегда, правильно меня поняли. Благодарю вас. Скажи, Рэми, а тебе не показался знакомым тот самый дворянин, которого окунули в чан с синей краской на улице, как и я? Нет, он уже был основательно синий. Ну, в любом случае, мне следовало бы ему помочь. Но я был занят своими мыслями. Вы знаете, мне показалось, что он как-то злобно на нас таращился и грозил кулаком. Ты в этом уверен? Нет, ну, то, что ты оращился, я головой вручаюсь, а угрожал кулаком, не уверен. Все равно надо узнать, кто этот господин. Я не прощаю подобных оскорблений, господин лекарь. Боже, я знаю, кто это, я слышал, как он ругался. Черт возьми, ну, каждый бы ругался в подобном положении. Да, но он ругался. По-немецки. Шамберг! Да, он самый. Но, Роми, готовь свои мази. Зачем? Да потому, что в скором времени вам придется штопать либо мою шкуру, либо его. Господин граф, вы не будете настолько безумны, чтобы позволить убить себя сейчас, когда вы, наконец, здоровы и счастливы. Ох, Роми. Ты не представляешь, какое наслаждение рисковать жизнью, когда ты счастлив. Я вас понимаю. И тем не менее, вам придется отказаться от этого удовольствия, господин граф. Одна прекрасная дама поручила вас моим заботам и вынудила поклясться, что я сохраню вас живым и здоровым. Кстати, господин граф, счастье вам только померещилось, потому, что ваше счастье уезжает в Анжу. Итак, господин граф, когда едем мы? Не так скоро, как мне хотелось бы, мэтр Роми. Наш дорогой принц ввязался в такие дела, что, мне кажется, я ему очень скоро понадоблюсь. Я не разбираюсь в политике, господин граф, но я знаю, что когда вы тряслись от лихорадки у себя в постели, он спокойно прогуливался под оконами вашей дамы, словно влюбленный испанец. И был опознан Мансаро, чему я очень рад. Почему? Потому что это отводит подозрения от вас. Мой любезный господин, я берусь штопать дыры от ударов шпагой, которые вы получили в поединках, но я отказываюсь иметь дело с кинжальными ранами, нанесенными из-за угла ревнивыми мужьями. Ведь в подобных случаях они ведут себя как настоящие скоты. ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, я знаю свой народ. Мои добрые парижане, задиры, насмешники, Но они не способны на кровопролитие. Конечно, если их не подтолкнет к этому какой-нибудь негодяй или враг. Нарциус, умница. Ну что ты? А враги действуют. Заговор ширится. Государь, как же может быть государство без заговоров? Кровь Христову. Чем же будут заниматься братья короля, кузены короля, если перестанут устраивать заговоры? Нет, Келлюз. Когда я слушаю ваши рассуждения, вижу ваши надутые щеки, я начинаю понимать, что вы разбираетесь в политике чуть лучше ярмарочного комедианта. Не смешно, государь. Ну скажи, Мужерон, я прав или нет? Только не надо убаюкивать меня бессмысленными истинными. Будто я торговец шерстью, который боится потерять своего любимого кота. Ваше Величество, вот перед вами нарцисс. Хорошая собака. Но попробуйте дернуть его за уши, он зарычит. А наступите-ка ему на лапу, он укусит. Ну-ну, нарцисс. Прекрасно. Этот сравнивает меня с собакой. Даже совсем наоборот, государь. Я ставлю нарциссы выше вас, потому что пес умеет защитить себя, а вы, Ваше Величество, нет. Вот я и остался один. Оскорбляйте меня, унижайте меня, покидайте и убивайте меня. И это друзья, из-за которых меня упрекают, что я пускаю по ветру свое королевство. Шико, мой верный Шико, где ты? Прекрасно. Только этого нам не хватало. Вполне понятно. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Болтун. Господи Иисусе, что с тобой? Государь, поглядите на меня. Вот как обходится с друзьями Вашего Величества. Кто с тобой так обошелся? Ваш народ. Клянусь смерти Христовой. Вернее, народ герцога Анжуйского. Этот народ кричал, да здравствует Лига, да здравствует Месса, да здравствует Дегис, да здравствует Франсуа. В общем, да здравствует все, кроме короля. Что же ты сделал народу, что он с тобой так обошелся? Да ровным счетом ничего. Что может сделать народу один человек? Народ признал во мне, друга, Вашего Величества, и этого было ему достаточно. А Шамберг? Что Шамберг? Он не пришел к тебе на помощь? Он не пришел тебя защитить? Клянусь, у Шамберга и без меня забот хватало. Он сорвал чепет жены красильщика и попался в руки ее мужа. И пятерых его подмастерью. Проклятье! Я сам приду к нему на помощь. Пускай друзья покидают меня, но никто не упрекнет меня в том, что я покидаю своих друзей. Благодарю вас, государь. Не надо. Я справился с ними с...